привет друзья партия которую я хочу поделиться было сыграно в 2007 году в шестом туре чемпионата уральского округа 2007 года 19 марта 2007 года черными играл молодой перспективный шахматист уральский анатолий крутько сейчас насколько я понимаю живет в ижевске вообще уроженец кушу и воспитанник тагильской шахматной школы ну и конечно и конечно первые преподаватели у него из небольшого городка куша под нижним тагилом шахматист очень интересные тактически ярко выраженного тактического направления черными играет с целянскую защиту и староиндийскую в этой партии мной было принято решение сыграть е4 то есть с анатолием идти в староиндийские осложнения я не счел себя готовым а вот в варианте паульсина у меня было заготовлена достаточно неприятная для черных расстановка и так конь c6 в этой позиции у белых много ходов начиная от хода конь b5 или скажем c4 тоже принципиальное продолжение но конечно наиболее естественным выглядит развивающий ход конь c3 белые предлагают черным перейти в систему свешникова после следующих вот ходов конь f6 конь db5 d6 слоны в 4 e5 слон g5 точнее сказать в челябинский вариант не в систему свешникова здесь у меня тоже были кое-какие идеи но самый популярный ход в этой позиции ферзь c7 есть кстати еще ход a6 с которым надо считаться и после слон е3 в этой позиции у черных два основных продолжения a7 a6 в ответ на что нужно играть ферзь d2 с дальнейшим длинная рокировка если черные бьют на d4 важно брать на d4 по моему ферзиум тратить вот этот важный темп но тем не менее не выпускать черного слона с f8 на активную позицию вот а после кони f6 популярная в то время ветка f2 и f4 основным продолжением является слон b4 но анатолий сыграл d7 d6 после чего возникла позиция испытывавшаяся еще в семидесятых годах прошлого века в частности великолепная партия ну может быть еще раньше но просто есть великолепная партия таль ларсон на эту тему слон е7 длинная рокировка там если не мне не изменяет память была сделана короткая рокировка таль ответил конь db5 потом сыграл ладья g1 g4 какой-то момент пожертвовал фигуру ход a7 a6 препятствует ходу конь db5 но в целом не сильно мешает игре белых на королевском фланге вообще вот это построение получилось получился шевелингенский вариант с целянской защиты с перестановкой ходов из паульсина очень здорово расположенным на ф3 ферзю и сейчас хочется пойти же 4g5 но в ответ на же 4 заготовлен размен на d4 с дальнейшим е5 подвисает пешка же 4 висит ладья и очень сложные варианты то есть если белая не хотят терять пешку и им видимо надо играть ладья c4 ладья на c4 тоже стоит как-то достаточно необычно подозрительно можно конечно на g4 пожертвовать но намного проще сыграть ладья g1 то есть сейчас если черное возьмут на d4 то ничего кроме ослабления ну вот сыграют по образцам конь бед 4 ладья бед 4 е5 ничего кроме ослабления пунктов d5 и f5 они не получают белые могут уйти не только на c4 но и на d2 допустим и угрожает f5 g4 g5 и такая простейшая матовая атака идет накат на королевском фланге мощнейшее поле на d5 для белого коня образуется а после рокировки g4 уже не столь страшно размен на d4 пешка же 4 надежно защищена белые естественно уже бьют слоном ход е5 опять же по причине того что пешка же 4 защищена не страшен а после b5 очень быстро фигуры белых набрасываются на черного короля то есть ферзь подошел очень близко черным надо считаться с ходами с разными ходами вплоть до ходы ферзь h7 h6 правда непосредственно сейчас это не грозит основная идея белых перекинуть ладью d1 на h3 и дать мат на h7 то есть вот пример на b4 просто ладья d3 брать на c3 нельзя из-за ладья h3 и спешка h7 колоссальная проблема на h6 можно еще и слом бьет g7 подкинуть бить слона нельзя из-за ферзь бьет h6 и ферзь h8 мат можно и жаж кстати пойти наверняка ладья бьет g7 грозит а же грозит то то есть черным просто плохо после ладья d8 они хотя бы конем на f8 успевают защитить но здесь следует удар слон бьет g7 и если черные не бьют слона им плохо грозит слоны в 6 ферзь h6 и мат на g7 и если бьют немногим лучше теперь на король g8 просто и в 5 и в 6 и мат на g7 на король h8 приходится играть хитрее g6 fg ладья бьет g6 брать ладью конем нельзя из-за мата на h7 угрожает ферзь g7 ну черные могут перейти в эншпиль эншпиль без пешки сейчас слон выйдет на d3 где-то коль попадет на e3 белые проведут f5 все-таки поле d5 для своей лошади они получат и позиция технически выигранная после хода слон b7 тот же самый ход ладья d3 обеспечивает белом страшную атаку очень интересные варианты возникают после f5 теперь если сыграть ей ладья fc8 то после разменов можно не только вот слон h3 сыграть нападая на e6 видно что у черных серьезные трудности можно сразу взять на g7 это видимо еще проще на взятие ферзь а6 шаг g6 и матовая атака бедный король оказывается полностью раскрытым но у черных есть ход e5 и хотя компьютер рисует вот в этой позиции белым плюс минус столбик но мата нет и играть надо по его мнению жестко по первой линии сильнейшим ходом он считает здесь слон бьет c5 после dc там черный слон уходит на потом на f8 и мат на g7 точно не поставить а у черных появляется игра с c4 b4 в общем то это не совсем то чего хочется белым то есть зачем играть на три результата если можно играть без риска после ладья d3 риска никакого нет угрожает ладья h3 защита единственная сейчас нельзя бить на e4 не потому что белые сыграют конь бьет е4 здесь то как раз у черных все в порядке они ставят мат на c2 а потому что сильным ходом g6 слон отрезается от от пешки h7 ну и дальше очень простые варианты типа слон g6 ладья бьет g6 то есть тут все форсировано считать их было одно удовольствие за доской сделано 15 ходов вроде бы черные не сделали грубых ошибок тем не менее позиция у них тяжелейшая возможно даже проигранная после кони f8 снова у белых есть заманчивый удар слон бьет g7 но я решил даже не считать этот ход варианты красивые они приведены вы можете посмотреть их самостоятельно тоже есть некоторые очень непростые ходы которые показывают компьютер я выбрал более человеческое решение слон d3 слон подключается к атаке к тому же белые защитили пешку c2 и у черных колоссальная проблема одна из угроз е5 и на g6 ед или нет уже подзабыл еды же нету ферзь бьет d6 мата на g7 не поставить слон бьет g7 наверное главная угроза король бьет g7 ферзь h6 давайте стрелочки нарисую слон бьет g7 если король бьет g7 то ферзь h6 шаг и на король g8 е5 там на h7 подвисает и белые потихоньку прорываются к черному королю то есть шансы получить мат просто огромные и и риска никакого нет поэтому е5 черное сыграли наверное правильно но я думаю что спасение здесь уже нет скажем на ферзь a5 будет просто конь d5 и вот слон d3 включился в игру то есть после f5 разменялись и можно взять на g6 а можно играть более неторопливо черным от этого не легче угрожает f6 угрожает и в же то есть думаю что спасения нет ход b4 подгоняет белого коня на d5 других угроз не создает снова белый слон на d3 выполняет прекрасную работу заезжает на c2 нападает на h7 если отдать пешку е то непонятно что же за это черное получают угрожает f5 потом или f6 или fg в зависимости от того как будут играть черные после g6 угрожает снова f5 f6 и мат на g7 то есть черным приходится самим вскрывать линии на королевском фланге и после f5 обязательным был ход ферзь g7 хотя конечно удержать такую позицию вряд ли возможно угрожает отступление слона скажем на f5 и непонятно что тут черные могут противопоставить этому после слон g7 симпатичный промежуточный ход fg нельзя бить наш 6 из-за же ашах король f7 ну и допустим h8 ферзь слон на e3 заищен ладьей черный король совершенно беззащитен а после хода hg ну такая жертва качества которую шпильман например жертвой бы точно не считал мнимая жертва от мата нет защиты то есть король не может побежать на f8 из-за ладья f3 шаг король е7 ферзь бьет g7 а если вернуться то ферзь h7 мат слон связан а на ходы типа ферзь е7 следует еще одна симпатичная мнимая жертва на король бьет h8 ферзь h7 мат после е4 слон бьет е4 черные увидели угрозу ладья h8 и поняли что контр-игра существенно запоздала то есть вот такой разгром дебютный где черная допустили решающую ошибку сказать сложно но в принципе мне не нравится вот все построение связано именно с d6 я уверен что черные могли защищаться более упорно тем не менее как мне кажется идти сюда им не надо но все спасибо за внимание с вами был международный гроссмейстер роман овечкин подписывайтесь на мой канал ставьте там лайки дизлайки ну и так далее